Руслан Ткачук Влюбленность может застать нас где угодно, на работе, дома еще, я имею в виду в том месте, где мы живем, поэтому, в общем-то, прекрасная штука, но если любовь застает нас на работе с коллегой, я почувствовал какое-то влечение или коллега проявляет ко мне, ну тут просто важно соблюдать технику безопасности, потому что есть некоторые сложности, которые могут вас подстерегать и хорошо бы о них знать. А по поводу вот этих сложностей, что это может быть? Время рекламы, да. Да, 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 поэтому и обычно мы разделяем эти два процесса. И основная сложность служебного романа в том, что возникает такое смешение ролей, смешение процессов. Ну да, получается, с одними и теми же людьми нужно играть разные роли в разных обстоятельствах. Даже не играть. Я бы сказал, что если возникает конфликт, скажем так, интересов, то как мужчина я могу хотеть одного от этой женщины, а как коллега могу хотеть совсем другого. И это, в первую очередь, внутренний конфликт внутри меня, если я не умею как-то разделять. То есть, одним словом, когда мешают работу с личным. Ну, ничего плохого в этом нету. Важно уметь внутри себя как-то разделять эти процессы. Что я к кому испытываю, что я хочу сделать как мужчина, что я хочу сделать как коллега. И как это совместить, чтобы не было... Я предлагаю сейчас небольшой сюжет о наших коллегах, которые тоже на работе увидели друг друга, долгое время работали вместе, а потом оказалось, что есть симпатия друг к другу. Об этой истории давайте посмотрим дальше. Виктор и Наталья познакомились на телебаченні. Він звукорежисер, а вона ведуча новин. Виктор помітив красуню першим і запросив Наталью на каву. Так і почалася історія їхнього кохання. Ми йшли пізно, пізно працювали, і Віктор запропонував провести мене додому. І ми йшли, спілкувалися, спілкувалися, і він каже, давай підемо на каву, трішки поп'ємо каву. Ось так почалося все з кави. Потім на іншого дня також пішли на каву, пішли на каву. Ну, так все розпочалося. Службовий роман – це завжди привід для розмов в колективі. Саме тому наші герої довго не афішували свої відносини. Просто виступили фотографію з нашого спільного відпочивку. І потім вже почали чутки, і ми не стали приховувати наші відносини. І, в принципі, як буде, так і буде. Там їх ніколи не приховували, ніколи не скривали. Ну, в основному, так приємно. Люди так дивляться, ой, ви такі хороші. Такі, такі хороші. Зараз закохані жартома шкодують, що не розпочали свої стосунки раніше. Буквально за півгоди, ну, так близько. Наверно, якщо б почали спілкуватися раніше ще, наверно… Уже б дитинка маленька була, мабуть. Спільний відпочинок або подорожі – для новоспеченої пари вже традиція. Хоча в обох не так багато часу через насичений робочий графік, але і у будній день знаходять хвилинку для маленьких особливих радощів. Це поруч з моїм будинком. Там, звичайно, така маленька кафешка. Така зовсім маленька кафешка. І там просто каву продають. І, в принципі, це таке знакове місце. Це наше місце. І ми, коли там втомлені, чи ми ж десь там… От коли сильна всталася, так, встані, сильна… Пішли на наше місце, випіймо кафе. Пішли на місце, сіли, так. Просто взяли по кофі, по чашечці. Ось це чітка традиція. Там, де робота, там і особисті стосунки. Інколи вони переростають у романи, які можуть стати на заваді робочому процесу. Або навпаки, створити в колективі романтичну атмосферу. Отже, ось така ситуація склалася з достатньо хорошим фіналом. Тому що самотні люди познайомилися. Це чудово. Але все ж таки про службовий роман трохи поговоримо. І, можливо, декілька поради будуть і нашим героєм також корисними. Стосовно ось цього службового роману. Як, в першу чергу, себе налаштувати на те, що будуть спілкуватися колеги про це, будуть обговорювати, нашіптувати щось на вухо один одному? Як відвернути, можливо, від себе увагу або налаштувати себе на те, що це нормально? Ну, правда, така ситуація є. Це дуже така ярка тема для обсуждення. І якщо ви настроєні бути в цих відносинах в службовому романі, мені важливо розуміти, як ви будете на це реагувати. В першу чергу важливо внутри себе, що ли разобратися, що я буду робити, коли над нами почну обсуждати, можливо, хихихати, можливо, пальцами тикати. Ну, різні колективи є. Тобто, на що я буду опиратися внутри себе, щоб протистояти, чи бороться з цими обсужденнями. Ну, сюжет как-то, ну, очень такой милый, очень такой, там, прямо смотришь, там, прямо, приєтно, тепло, там, рад за ребят, правда, там, как-то здорово. Ну, по поводу, вот, службного романа, еще, это очень хорошо, когда встречаются люди, которые одинокие. Но как быть, если у нас случится даже такая ситуация, что на работе симпатия друг к другу появилась у кого-то, но здесь же работает либо жена, либо муж, что здесь делать, как быть здесь, и как, возможно, реагировать этому мужу и жене на вот эти умиления друг к другу, его же мужа или жены, и с коллегой, или с коллегой? Ну, это сложное, да, отношение, в первую очередь, надо, ну, определиться внутри себя, нужно ли мне это, и устраивают ли мне предыдущие, там, отношения, просто как коллеги, или у меня есть партнер, который меня полностью, там, устраивает, и тогда влияние другого человека мне лишнее и даже мешает. Ну, и как-то вот, ну, выделить, что ли, свою безопасную зону, допустимую, да, свою зону комфорта, если хотите, насколько я могу подпускать этого человека к себе и, ну, и четко, ясно, там, об этом заявить, да, не переходя на личности, не, там, обижая, там, и так далее, что, да, друг, там, я вижу твою симпатию, ты ко мне ее проявляешь, но... Увы, нет. У меня, да, увы, нет, да, ну, и важно, там, ну, корректность, что ли, да, и тактичность сохранять, потому что, мало ли, может, это, там, у него порыв за первый год, там, или за всю жизнь впервые такой, он, там, как-то решился, там, открылся, да, в своей симпатии, или, там, какие последствия будут, если вы пересекаетесь, как коллеги на работе, вам же дальше работать, то есть, ну, как-то... Нужно это скорректировать, подумать о будущем, по сути, и думать, принимать ли это яблоко соблазно или нет. По поводу того, что служебный роман может быть заблуждением, потому что люди работают на работе, сутки проводят в рабочих кабинетах, и, соответственно, у них нет возможности видеть кого-то еще в других обстоятельствах, и, соответственно, вот из того, что есть, мы ищем уже себе партнера, потому что, как бы, душа требует любви и ласки. Как быть здесь, как это распознать? Ну, в первую очередь, я бы рекомендовал задать себе вопрос, останусь ли я вот с этим человеком, там, в отношениях, если мы уже не будем работать, или не останусь, или если мы остаемся как коллеги, как мне будет относиться, там, эмоционально, душевно к этому человеку, как к мужчине, к женщине, как к потенциальному, там, объекту, там, отношений. Ну, то есть, вот, внутри себя попробовать самоделировать ситуацию самого большого БМа, который может быть, это самый конфликт там интересов, и вдруг мне надо выбирать, или женщина, или коллега. И тут, и это очень, ну, непростая ситуация, потому что внутренний конфликт, он обычно очень, ну, достаточно сложно переживается, намного труднее, чем внешний конфликт с кем-нибудь, потому что внутри я вроде целенький, я снаружи могу угадаться с кем угодно. А если меня внутри разрывает противоречие, ну, тут нужен навык, как-то, там, работать с собой, как-то разделение своих процессов, что я кому чувствую, что я кому хочу взять, отдать, ну, и так далее. А по поводу, вот, продуктивности, потому что эта работа, в любом случае, роман влияет ли на продуктивность, и как влияет, позитивно или негативно? Ну, и так, и так. Позитивно в том смысле, что, ну, счастливый человек обычно и продуктивней, и веселее, и коллектив заряжает, и как-то все вокруг него, и там атмосфера, и счастье, ну, это со всех... Центр внимания, Сарл. Да, да, центр внимания, то есть, ну... По двум причинам, по активности и потому что о служебной романции обсуждают. Да, ну, тот же самый фильм, что же, там, Амансли, не помню фамилию, да, вот она вот оделась в платье, смотрит, ничего себе, изменилось, да. Уже не мемора, уже красивая. Да, уже не мемора, уже красивая женщина. Ну, то есть, плюсы точно есть, минусы и в перспективе, то есть, то, о чем я говорил. А ежели будет конфликт интересов, что я тогда буду делать? И в этом смысле работа может пострадать. То есть, скажем так, тот чин, та должность, в которой находятся люди потенциальные, да, потенциальная семья, потенциальные люди, которые любят друг друга, может тоже повлиять, если, например, девушка выше по званию, по должности, а парень ниже или наоборот? Да, конечно. В этом смысле намного более в безопасности, что ли, более безопасны те люди, которые находятся вот по должностям примерно на одном уровне и минимально пересекаются вот в каких-то рабочих процессах. Хуже всего, если они напрямую стыкуются и кто-то выше, кто-то ниже, то есть, грубо говоря, начальник, подчиненный. Вот это вот не есть хорошо, потому что, ну, шансы встретиться с этим конфликтом возрастают и очень сильно приближаются. Если взять сюжет, там, я не знаю структуру телевидения, как они пересекаются, но кажется не очень. Ну, сотрудничать просто с созданием сюжетов. Да, ну, то есть, какие-то точки соприкосновения есть, да, но это уже в плюс. И плюс, ну, они тоже в разных, скажем так, областях, то есть, они как-то пересекаются, но не очень. Вот по поводу вот этого пересекаются, потому что люди находятся все время на работе, потом приходят домой отдохнуть, и они опять-таки вдвоем. Как здесь быть, какие, возможно, советы практически, что необходимо делать, как разбавлять свой либо быт, либо делать какие-то праздники друг для друга, либо на работе что-то по-особенному делать? Основная, ну, сложность людей, которые вот в летание попадают, ну, практикуют такие служебные ароматы, они, ну, вот как раз и смешивают разные процессы. Поэтому, скорее всего, я могу предположить, что они будут стремиться смешивать это и в жизни. То есть, дома говорить про работу, на работе говорить про домашнее, про личное. Вот в этом смысле важно, ну, чтобы не было вот этого эффекта, по которому ты рассказал, ну, там, принять какое-то правило. Дома мы разговариваем только про личное, на работе только про работу. Вот в 6 часов вечера, скажем, работа закончилась, пожар. Отключили темы. Да, мы выключили там бизнесовую, я там, темы дали рабочие, пошло личное. Пошли погуляем, пошли на свидание, в кино, на каву, ну, и так далее. И тогда, ну, как-то в большей, как-то безопасности. Ну, основная трудность, если я внутри не могу вот эти процессы там разделять, то как-то, ну, создать себе набор, правил, набор, методик, чтобы я хотя бы внешне их разделял, тогда оно внутри тоже как-то будет там отделяться чуть-чуть и будет как-то... Ну, и опять-таки, это совместная работа, как бы, на то оно уже и семья какая-то, да, на то оно и пара, чтобы помогать друг другу разделять это рабочее и личное. И личное. Ну, что ж, будем надеяться, что у всех служебных романов будет хороший финал. Нашей паре, конечно же, тоже желаем хорошего семейного счастья. Вам спасибо большое за то, что к нам сегодня пришли. Друзья, любите, несмотря ни на что. И, соответственно, по совету нашего сегодняшнего гостя чувствуйте, нужно ли это вам или нет. Если нет, финит аля комедия. Если да, то, конечно же, финал будет счастливым. Я, нагаду, вчера, что сегодня спілкувался и нас сегодня с этого вопроса проконсультировал Рослан Ткачук. Дякую вам за то, что сегодня заветовал в нашей студии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова